Девочки, вчера был очередной футбольный матч, серьезный, я за этим не слежу, поэтому не знаю, но мой муж, он же меня просто достал уже этими матчами. Вот когда начинается футбол, все вот приходят его друзья, начинается болеть неактивно, это еще ладно дома, а он еще на стадион может поехать, приезжает оттуда замерзший весь, заболеть может. Ну и пускай, только не иди поперек, ты что, пускай болеет. Мужчин надо любить, это правда, и мы как раз именно этим здесь и занимаемся, сегодня не просто триграции, сегодня специальный выпуск, мужская вип-анатомия. И у нас в гостях только вип-мужчины, самые известные, самые талантливые, самые востребованные, самые сексуальные. Тихо, 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 ну вот именно потому, что они самые востребованные и самые-самые, Таняш, слюну сглотнула, они очень устали от всяких банальных вопросов, которые им задают в интервью. Скажите о своих творческих планах, да, что вы делали, очень хорошо, ты нашла вопрос, что вы делали последний раз в отпуске, да, вот такой ерунды у нас не будет. Мы собрали огромное количество информации о нашем госте, мы знаем о нем очень много и даже больше, чем очень много. Вы представляете, какие это будут вопросы? Не пугай, не пугай. Но мы сами боимся, поэтому мы решили снять с себя всяческую ответственность и вопросы будет себе задавать сам наш гость. У нас интервью самообслуживание, это такой новый формат. И сегодня у нас в гостях человек, имя которого, этого человека знают все в России, то есть я вот лично не знаю никого, кто бы его не знал. Ну да. Под его песней грустит не одно поколение уже. Так потому что он снялся в более чем в 50 фильмах и сыграл в 20 спектаклях. И вы знаете, мне выпала честь показать вам его портрет. Давай, давай. Я буду очень медленно. Надо прочувствовать этот момент. Это же все детство, все... Михаил Боярский. Проходите, Михаил Боярский. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Живой, стоящий. Наташа, вы вот прям как будто отсюда вас фотографировали сюда разместили. Как будто вы вышли. Да. Да, похоже. Ну вы знаете, у нас есть еще один ваш портрет, неожиданный. Вот он. Это мы сами придумали так. Нет, это мы не сами. Это Микел Андреевич придумал. Так мы придумали сами. Мы же пазлами закрыли. Согласна, рассказываю. Пазл – это наша творческая концепция, знаете. Значит, вот вашу фигуру, а это вы, не сомневайтесь, мы поделили на три части пунктирной линии. И каждый из нас, нас же здесь тоже три, все очень логично, даже не по-женски. Каждый из нас отвечает за часть тела. Вот Татьяна, она отвечает за голову. Не поверите. Да, мы перетасовали наши способности, поэтому Татьяна отвечает за голову. Людмила за торс, ну, кто как называет, кто печеночной областью, кто духовной, кто сердечные дела. В общем, можно много что обсуждать. Ну, а Наталья… Досталось, да, зря, наверное, говорила о детстве, мне досталось все, что ниже пояса. Вот такие там будут вопросы, ну, это вы узнаете чуть позже. У нас еще очень много всяких правил, которые мы придумываем прямо по ходу, мы будем их озвучивать. Ну, слава богу, что вы только с этой стороны будете обсуждать проблемы. Ох, мы сразу же… Ой, вы зря так же. Ну, давайте начнем быстрее, да? Вы имеете, последнее, что я скажу, вы имеете право один раз за всю программу отказаться отвечать на вопрос, но тогда мы не увидим, что скрывается под пазлом. Но так еще никто не делал, так никто еще не делал. Хорошо, поехали. Так что, Михаил, давайте играть в мою область. Тра-та-та-там. Вам нужно выбрать сейчас номер пазла. Четвертый. Номер четыре. С места в карьер. Может ли настоящий мужчина обходиться без мата? Опа. Нет, не может. А вы сами материтесь? Да. Часто? Часто. Сильно? Что-что? Сильно. Сильно. Конечно, очень экспертельное выражение. Насколько хватает фантазии и эмоций? А при детях, например? Нет. При детях все-таки нет? Нет. А к женщине, которая ругается матом, как вы относитесь? Хорошо. Да? Великолепно. От Раневской до Гурченко. Прелестно. Но при этом это, наверное, все-таки не должны быть какие-то грубые ругательства? Нет, это не коммунальная кухня. Это же особый высокий штиль. Это шарм интеллигентного мата. Ну, можно сказать, это женская пикантность. Конечно. Я засчитываю ответ. Для начала мы начнем динамично. Так, теперь переходим в мою область. Михаил. Все, что из области торса вам кажется привлекательным, давайте открывать. Нет, все равно 16. 16. Прекрасный выбор. Она же печень, по-моему. Нет. Так, сколько вам нужно заработать денег, чтобы перестать работать? Я деньги не зарабатываю. Ой, правда? Вы первые. Мне они не нужны. Я зарабатываю деньги для семьи, а мне они, как правило, не нужны. Мне сам процесс работы интересен, если работа достойна того, чтобы и заниматься. То есть, если я правильно вас поняла, вы готовы отказаться от какой-нибудь прибыльной, но неинтересной в творческом плане работы? В пользу неприбыльной, но интересной. Один очень известный человек мне сказал, никогда не забывай о бухгалтерии. Я всегда помню об этом, и поэтому есть часть работы, которая исключительно материальная. Я понимаю, что я за это хорошо получу. Но, допустим, в фильме «Тортюф» я снимался практически бесплатно. Я получил два ящика пива за работу. Ну, тоже хорошо. Хорошо. Михаил, а если вот пофантазировать, нашелся бы такой человек, олигарх, да, очень супер богатый, который без ума от вашего таланта, но он решил вам на ваш личный счет перечислить, допустим, 100 миллионов долларов с единственным дополнением, чтобы вы больше никогда нигде не снимались. Пускай перечислят, а я подумаю. Деньги вперед. Хорошо. Переходим в самую интересную, конечно, часть нашей работы. Ниже пояса. Ну, давайте начнем с 28. Ой, чудесно. Издалека зашли. Издалека. А так и правильно. Почему вы так странно реагируете? С нами так и надо. Правильно. Михаил, я на вашей стороне. Михаил, как вы относитесь к любви за деньги? Положительно. В каком смысле? Расшифруйте, пожалуйста. В любом смысле. То есть вы положительно относитесь к работе проституток? Да, да, да. Положительно в каком смысле? Вы лично пользуетесь их услугами частенько? Я вот положительно отношусь к йогуртам, я их пью. Ну, у вас менее интересное занятие. В принципе, самая древнейшая профессия заслуживает того, чтобы им хорошо платили. Это удовольствие для мужчины и для женщины не очень накладно. Если она умеет себя хорошо вести, хороша, прекрасна и дорога к тому же еще, не просто там какие-нибудь вокзальные варианты, а на это стоит подарить деньги, то это, конечно, прекрасно. Для чего-то вам деньги нужны? Да, пожалуй, в этом плане. Так одну статью расходов мы все-таки рассекретили уже. Не подумал. Ну, она незначительна. Вы же семьянин, у вас прекрасная жена, дети. И вы так вот совершенно не стесняясь, вы просто первый гость, который, не стесняясь, об этом спокойно заявляет. Я не назову ни одного мужчины, который бы не изменял женщине. Нет таких. Всех анжи. Так. Да и женщины тоже, знаете. Не святоши. Не дань. Ну, вы знаете, что измена не является... Это не измена. Вот, как вам неоднократно говорили, когда женщина изменяет, это измена. Когда мужчина, это медицинский массаж, скажем так. Ну, хорошо, у вас дочка недавно вышла замуж. Так точно. Если вы узнаете, допустим, что ее муж ей изменяет, но она про это не будет знать. Ну, что? Вы как к этому отнесетесь? Вы ей скажете, вы с ним поговорите. Нет, ничего нет. Промолчу. Руку, может, пожмете? Наш человек? Нет. Я в чужой жизни не суюсь, пускай это будет на его совести, так как он считает. Ну, хорошо, вы такой толерантный, демократичный папа, вы даете полную свободу детям, но в душе же вы же что-то будете чувствовать? Вот какие эмоции вы испытываете? Еще не имел возможности, поэтому... Ну, если пофантазировать. У меня эти новые чувства неведомы. Ну, вы будете потом анализировать. Ну, это так, потому что я даже не знаю ничего о своем сыне. Мне казалось, что он интересный, высокий, в чем-то на меня по характеру похожий человек, но более внимательного семьянина я не встречал. И при всем моем желании проникнуть в его личную жизнь, мне ничего не удалось. Вот это кремль. Либо он потрясающе умеет все скрывать, либо действительно у него три женщины, четыре, пять, я имею в виду, и две дочки, и жена, и теща, и нянька, и... Ну, в общем, хватает. Он вокруг женщин все время бьется и все делает сам. И готовит, и стирает, и в магазин ходит, и в школу отвозит, и привозит из школы. В общем, какой-то... Некогда ему с отцом в личной жизни разговаривать. Антипапа? Ну, я не таким был, по крайней мере. Ну, мы узнаем все о том, какой вы есть и будете. Чуть позже мы засчитываем этот вопрос и переходим в область головы. В область головы, да. Пожалуйста. С головой у меня всегда пусто. Один. Номер один. Ой, Михаил, обратите внимание, это личный вопрос вот такого красненького цвета, и вы имеете право на него не отвечать. Правда ли, что, болея за любимую футбольную команду «Зенит», вы ругаетесь матом? Опять про мат. Ну, почему у меня все про мат да про мат? Вот так, Таня, подумай об этом. Болеет. Так что Михаил убирает. Вероятно, вы сами составляли вопросы. Нет, вы знаете, чрезвычайно редко. Если я дома, то вокруг меня жена и дети, которые, да когда ты переключишь этот идиотский футбол куда-нибудь, дай нам посмотреть наш сериал. А на стадионе я сижу с интеллигентными людьми, которые выражают свои эмоции достаточно, так сказать, культурным языком. Засчитываем. Теперь идем в область торса. Михаил? Девятнадцать. Девятнадцать. Ах, много, сударь, много. Вах. Простите. Так, если бы вы были волшебником, какими сверхъестественными возможностями вы бы себя наделили? Вот, кстати. Всех издечивайте. Правда? Это очень. Я бы тоже... А подождите. А тогда все бы жили вечные. Но девчонки. Ну, по крайней мере, я помогал бы тем, кому тяжело. Я долго думал на эту тему. А вдруг? Интересно. Ну, каждый же человек по-своему сходит с ума в самолете, в поезде. А вот что бы я выбрал? И, вы знаете, много чего хотелось. Там и летать, и быть привлекательным по отношению к женщинам. Но это у вас есть, честно, если... Ну, всегда мужчина хочет большего, так сказать, естественно. Даже больше. Вот, но потом я вот сейчас когда-то так... Я, конечно, боялась это сделать. Что-то боялась. Все, Наташка, ты попалась. Ну, вот. И решил, что это здорово, потому что это очень доброе дело. Но ведь это же не обязательно для этого быть волшебником. Многие развивают в себе эти способности. Нет, это все... Я им не верю. Не верите в это, да? И тюмаки, и все эти аланы. Целители. И как там... Я их не знаю. Но это все... Остафы Бендеры только в современном разливе. Вы знаете, мне кажется, вот это такая очень опасная история, всем возвращать здоровье. Потому что вы же хотели целить, да? Ну, да. Потому что ведь говорят, что болезнь человеку дается не всегда в наказание, но для того, чтобы он задумался о чем-то в своей жизни. Я толстовец в этом плане считаю, что все, что от Бога, так и надо. Но когда смотришь на детей, это тяжело при всем при том. Но детям, да. Тут согласна. Поэтому я засчитываю вопрос. Спасибо. Можно я пропущу свою очередь? Я просто посижу, помолчу. Вы там дальше задавай. Михаил, я, к сожалению, должна задавать вам вопрос. Это очень неприятно. Вот я первый раз не люблю свою работу. Выбирайте номер. Но я рядом все равно посижу, ладно? Давайте 22. Ты только не загораживай. О, как? 22. Ну, ничего такого. Опять личный вопрос. За всю вашу жизнь не устали от образа мушкетера... За всю вашу жизнь не устали от образа мушкетера Д'Артаньяна? Какой оригинальный вопрос. Я слышал ваш разговор до моего появления. На этот вопрос я никогда не отвечал, поэтому дайте я подумаю. Защитывай, Наташка! Защитывай! Нет, не устал. Все, сказал. Давайте еще раз. Не устал. Не устал? Странно. Такой оригинальный был вопрос и такой банальный ответ. Защитывай. Я знаю, что она сделает. Она потом договорится с операторами, чтобы они вот так вот этот кадр вырезали. Она задаст другой вопрос. Михаил, вам еще не надоело со мной общаться? Или вы не остали от нашего общения? Он скажет, нет, не устал. Не устал. Пойдемте в голову. Все мои планы рассказала. А что делать? Подруг. Номер три. Какой последний кошмар вам приснился? Что он от меня не устал. Не подсказывай. Это было связано с тем, что жена от меня ушла. Это снится? Да, совсем недавно. Вообще мне ничего не снится. Но это не кошмар. Я поэтому тоже задумываю. Потом подумал, да? Вот. И все-таки во сне, когда чувство истинное там, ведь никто тебе ничего не подсказывает, как-то так тревожно стало. Ага. Пусто на душе. Я сказал жене, что у меня сегодня солнце снился. Про тебя она говорит. Про что я сказал, не скажу? А то бы зазналась. Нет, действительно стало как-то так тревожно, обидно и пусто и ужасно. Вообще, сны, которые приходят, иногда бывают, направляют тебя на путь истинный. Кажется, человек тебе надоел. Ну, вот хотя бы этот. И сколько лет вместе, и все. И вдруг, если бы она ушла, я бы... Да, вот так. Момент истины. Да. Но почему же вы ей-то не сказали про это? Это же так важно. Рано еще, когда уйду. Скажу, что сидел. Нет, правда, а вы способны на какие-то вот такие вот романтичные поступки? Вы столько лет действительно вместе? Способен. Только жене они уже надоели. Я по ночам ее будил, рассказывал о своих фантазиях, о своих мыслях. Она мне говорит всегда, Саша, уйди со своими стихами, дай ты мне поспать. Мы живем напротив дома Пушкина, она всегда представляет, как Александр Сергеевич будил. Она сказала, послушай, послушай, да пошел ты со своим... Ну, как ты мне надоел, дай поспать. Вот я уже, так сказать... Я тоже напряглась, думаю, вроде бы Миша, да. Саша. Он так спокойно об этом, Саша. Женка, 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 послушай, да уйди отсюда, Саша, вот твои стихи. Я засчитываю ответ. Так, в область торса. То есть как-то у нас какие-то уже линии прослеживаются. Пятнадцать. Такие неплохие. Пятнадцать. Пятнадцать. Так, вот хороший вопрос. Вы дадите своей женщине деньги на апгрейд? Ну, сделать искусственную грудь или губы? Ну, или пластическую операцию? Чтобы сделать похоже на Татьяну. Наташа, не надо завидовать. Не надо. Вопрос серьезный. У нас в семье глупых женщин нет. Вообще. Ни одной. Поэтому, если не попросят, я буду очень удивлен. Дам, конечно. Я вообще женщинам ни в чем не отказываю. А почему вот вы сказали сразу так радикально глупых женщин? То есть вы считаете, что некоторый тюнинг, ну, может быть, такой незаметный, корректный, это разве... Ну, пускай они делают так незаметно, чтобы даже я не заметил. А то есть она и попросит о чем-то, смысл какой-то. Смотрите, уже вторая статья расходов. А вы говорите, деньги не нужны. Ну, это не расходы. Это тоже незначительное. Так как женщины умные, и женщины не просят на это. Они, может быть, и делают, но просят на другую. Если бы заметно, мне было бы неинтересно. Я люблю то, что есть, а не то, что будет. Но все-таки профессия у вас и жена, и дочь, и актриса. И профессия обязывает соответствовать каким-то стандартам, глянцу и так далее. Не то, чтобы соответствовать, просто быть всегда... Быть всегда в очень хорошей форме. А это, в общем, много требует апгрейды. Я славлю всех женщин, которые есть, но ни в коем случае... Силиконовые. Трижды, которые будут. Нет, нет, нет. Это вообще что-то от фантастики какой-то, так сказать, от робота. Вот сделает потом. Ну и будет новенькая кукла. Продаются. Зачем же? Надо будет. Можно купить с любой харей. Вот. Защитываю вопрос. Защитываю, да. И мы как раз поговорим еще про мужчин и женщин ниже пояса. Выбирайте вопрос. Ниже пояса. 29. И вы предлагаете мне работать после этого? Тебе никто не предлагал сюда садиться на время работы. Давай, давай. Как вы оцениваете себя как любовника? Это вы сами выбрали, Михаил, это не я. Я, конечно, их писала. На троечку. Отчего же? По сколькибальной шкале. Подожди, может быть, три максимальная оценка. Ну, так сказать, чтобы не завышать свои качества и не уменьшать их. Но вы меня спросили о любовнике. Нужно спрашивать о муже. Как муж я идеален. По 10-балльной шкале я ставлю себе 10 баллов. А как любовник, знаете, очень сложно. Женщины разные. Каждому нравится что-то другое. Сказали идеальный муж еще раз. Подожди, а что принципиально для вас разница между мужем и любовником? Муж это же, в общем, в какой-то степени и любовник. Нет. Нет, да? Да, у вас так много опыта. Тогда, конечно, у вас уже не 10 баллов. Она не замужем просто. Дело в том, что... Это сколько любовников? ...отношения мужчины и женщины, которые повенчаны, гораздо более таинственны и разнообразны, чем отношения мужчины с любовницей. Потому что они краткосрочны, и в этом есть только секс, и не больше. Этого недостаточно. А почему тогда вы себя считаете идеальным мужем? На 10-30? Нет, потому что, во-первых... Как это проявляется? Сроки дают тому надежду, что мы не расстаемся не только потому, что мы близки душой, но и нам приятно быть вместе, как мужчине и женщине. А сколько лет вы вместе? Мы почти 40 лет. Да, почти 40 лет. Ой! Ой! Нет, понимаете, если после 40 лет можно поставить себе 10, то я не понимаю, почему тройка как любовник. Наташа, иногда надо об этом просто подумать. Я не являюсь любовником своей жены. Засчитывается. Вот! А теперь голова. Давайте в голову... Утаневает наш мозг. Надеюсь, что-нибудь не о мате будет сейчас. 9. 9. Как компьютер скажет. Вы когда-нибудь теряли голову из-за женщины? Да. Часто? Ли? Нет. Сколько раз? Это была ваша жена? Нет. А вы были женаты? Нет. И почему вы на ней не женились? Помнил. Нашел голову. Нашел голову. То есть это был такой короткий-короткий промежуток. Ну да, конечно же. Каждый юноша теряет голову. Мало что соображает. Перебор чувств и эмоций. Гормоны. Вот. Я их удовлетворил, свои чувства. И это были не чувства, а страсти. Страсти быстро погасли. И я, слава богу, не потерял голову. Но терял в те моменты, терял. А длинный, тонкий, долгий, интересный, тернистый и желанный путь к женщине я прошел, и голова осталась на месте. Слава богу. Все-таки, то есть это плохо терять голову из-за женщины? Это обязательно нужно делать. Ну как? Это по молодости. Прививка, да, должна быть? По молодости, непременно нужно, чтобы знать, что это такое. А как же, говорят, там, 40 лет сидя на бороду без ребро, и что влюбиться можно только... Я тоже так считаю, но чего-то пока не встречалось. Ну так вам еще до 40-ка-то еще. Дождите жить? До 40-ка, да, еще время есть. Какая грубая лесть. Засчитываю. Спасибо. Давайте в торс. 20. 20. Если бы вы могли пригласить на обед любого деятеля истории, кого вы бы выбрали и почему? Мы говорим из почивших, не обязательно тех, с кем-то действительным. Я бы пригласил Джона Леннона. Джона Леннона? Почему? Потому что он прекрасный музыкант, потому что у меня есть о чем с ним поговорить, потому что он имеет собственную точку зрения по любому поводу, потому что он не стал бы врать, не был бы ханжой, и, к счастью, он не философ. Можно было бы, конечно, с Энекой, или, не знаю, с Кантом, как это модно, наверное. Там обедом бы не обошлось, я думаю. Но я еще с удовольствием бы проследил способом мысли и рассуждения. Мне было бы интересно, я знал, о чем с ним говорить. А скажите, а почему это мужчина, а вот женщина из какой-нибудь, из прошлого? Ну, я бы не стал ни о чем с ней разговаривать. Нет, ну пригласить. А мы же не говорим, что разговаривать. Тут написано, пригласить на обед. Ну, обед тоже не устраивает. Ну, вытечу из чашечки кофе. Верлин Монро пригласил на обед. Ну что, я есть, что ли, буду? Конечно, нет. Ну, я на тоже. Значит, тогда вы это имели в виду? Это вопрос из области торса, так что мы имели в виду исключительно обед. Неправда. Не надо за меня, я отвечаю за этот вопрос. Иногда все начинается с торса. Да. А иногда с головы даже. Я как специалист пониже пояса утверждаю. Наташка чувствует некоторые, я чувствую... Вам не понравился мой выбор, я смотрю, да? Почему? Выбор... Нет, Леннон, я согласна. Ну, не Ленин. Вы также со знанием о нем говорили. Вы являетесь его поклонником, насколько я понимаю. Таким ярмым. Да, я любитель Битлз и очень нервнодушен к творчеству Джона Леннон. Хорошо. Я, ну, Мерлен Монро, я понимаю, что тоже могла бы иметь место. Ну, не ее куона же. Она могла бы ухаживать за столом за нами. Например. С Леноном. Неожиданно. Там ей и место. За считанные вопросы уже как раз на этой торжественной ноте переходим к области ниже пояса. Выбирайте. Номер выбирайте, Михаил. А я-то уж думал, можно так. 25. Так у нас нельзя. 25. Вот все основное выставляете напоследок. Как бы называлась книга о ваших любовных похождениях? Неудачник. Что ж такое троечник-неудачник? Зачем я тут сижу? Вопрос к тебе. Ну, это привлекательное название. Конечно. В этом есть интрига, Наташа. С тайной, да. Потому что все неудачники. Понимаете, если будет, допустим, Михаил Боярский неудачник, то да. А если вы будете писать псевдонимом и книга неудачника, любовных похождений... Это коммерческое название. Ах так вот. Все за деньги. Любовь за деньги все-таки торжествует. Но почему же любовь? Любовные похождения. Так, спокойно. Давайте к следующему вопросу. Вам устраивает то, что я ответил? Конечно. Но это вот Наташа должна засчитать. Она просто уже не может трезво мыслить. Вообще не могу мыслить. Давайте в область головы. Таня, спасай положение. Да. Давайте в область головы. Выбирайте. Пять. Номер пять. Ну же. Если бы вы были какой-нибудь едой, то какой именно? Водкой. Хорошая еда. Вот ее и кушайте. Вы такой же крепкий и головокружительный. Нет, ну нужно же иметь какие-то достоинства, а в ней... Одни достоинства. А в ней 40 градусов, да? В ней все в порядке. Сосчитываю. Отлично. И опять ко мне. Пожалуйста. Двенадцать. Двенадцать. О, это очень важно. О, личный вопрос. Когда вы перестали обижаться на шутки по поводу вашего неизменного аксессуара, шляпы? Тоже вопрос такой, видимо, очень... Я никогда не обижался. А что такое? Вообще меня обидеть трудно. Я иронически отношусь к этому, и желательно с юмором. Обидеться можно только тогда, когда скажет дурак какой-нибудь. Но, как правило, говорят люди с юмором и, так сказать, с насмешкой. Это всегда меня настраивает. А если не по поводу шляпа, в принципе, извини, вас сложно, вот вы говорите, что вас трудно обидеть? Нет, не сложно. То есть вас несложно обидеть? Вы такой ранимый человек. Ранимый. Поэтому аккуратнее, девушки, аккуратнее. Я засчитываю. А можно я еще... А, ты хочешь? Ранить меня. Ранить? Ранить? Я не ранить хочу. Зачем? Ну, я сейчас о другом хотела спросить. А вы скажите, у вас очень яркий образ, вас очень легко можно пародировать. И это, наверное, для человека из шоу-бизнеса отличное качество. Потому что чем ярче образ, тем человек лучше запоминается, тем он легче становится популярным. Это здорово. Кто-то вам его придумал? Или вы сами как-то органично пришли к этому? Еще у вас не было, и слова «имидж» еще тогда не существовал. Этого слова не было. Это вы можете рассматривать современными глазами. А тогда это было нормально. Во-первых, одеть было нечего больше. Так что у кого что было, тот то и носил. Засчитываем. Теперь вместе с Людой мы засчитываем один на двоих этот вопрос. И переходим в мою область. Двадцать три. Ура, наконец-то! А что ура? Я хочу узнать, что под этим пазлом. Боже мой. Ваша ахиллесовая пята. Все-таки я хочу вас немножко обидеть. Водка? Подождите, вы сами являетесь своей же ахиллесовой пятой? Ну да. Сам себе враг? Я ее слишком хорошо знаю. Я ее уважаю, милую. Вопрос защиты. Вот так. В голову. Выстрел в голову. Семь. Номер семь. Компьютер у нас не спринтер. Да. Какую музыку вы ненавидите? Бессмысленную. А это какая? Современная молодежная? Которая не трогает сердце. Ненужную. Утилитарную. То есть так, чтобы я ненавидел, я равнодушен, скажем так. Как смог от машины. Ну куда деться? Да, есть. Необходим. Но предпочитаю свежий воздух, природу. Но когда я нахожусь в потоке машин, ну есть и есть. Но никакого значения для меня это не имеет. Хоть оттуда белый дым, хоть черный дым. Хоть зеленый. Хоть зеленый. И это все мимо. А у вас сын, насколько я знаю, увлекается музыкой. Вот вы разделяете его музыкальные предпочтения? Да, он увлекается классикой. Поскольку он кончил музыкальную школу при консерватории, так как я, то он соображает музыку неплохо. Уважаете. Так вопрос не туда. А вот эту современную музыку, знаете, называется хаос. Вот она так прямо и называется хаос. На дискотеках то, что крутят. Я не хожу на дискотеках. На ибице, на всякие. Ибице-вздыбице, знаешь, там хаос. Нет, нет. В этом плане я... Да знаю, знаю. Спокоен. Я засчитываю. Шуми ты, шуми. И мы переходим в твою область. Опять ко мне. Где нет хаоса, порядок и чистота. Да. Да хаос там. Это я уж так. Я до 11. И это тоже вы. Если бы вам была предоставлена возможность сыграть любую роль в кино, какую бы вы выбрали? Мне кажется, предоставлена она. Из несыгранных. А что бы бэннеры? А вот, кстати. А вы бы привнесли в нее что-то свое? Или бы вот там же достаточно Ильфа Петров все очень четко прописали? И то, и другое. А что бы вы привнесли? Вам же, наверное, нравится этот опыт. Это секретно. Что бы вы можете... Где-то вот какой-то опыт. Какой-то опыт жизненный, схожий в чем-то с... А с на понесло, он не знал, как это становится. И отношение к женщинам, и авантюризм, и дружеские какие-то его проявления. И, конечно же, юмор, ирония. И музыкальность его, отчасти, вероятно. Не только потому, что это был бы музыкальный фильм. Но и походка, и... Ну, а вы говорите про «Двенадцать стульев» или про «Золотого теленка»? Я говорю про Астапа Бендера. Ну, Астап Бендера в «Золотом теленке», он более философичный и, наверное, спокойный. Мне так показалось, когда я читал. Ошибиться, но вот я назвал первое, что попалось, ну, мог бы сказать и Гамлета, не могу сказать Ромео, но все пропущено. Они слишком молоды. И Астап, и Бендер, и Гамлет, и Ромео. Но вот сейчас я бы хотел сыграть Ромео, потому что щенки ни черта не понимают в любви. Ну, чтоб он в 16 лет там пыхтит при помощи режиссера. Много чего хотел бы сыграть, но я не жадный. И слава тебе, Господи, что мне достались те роли, которые я играю, поскольку после них я могу сидеть рядом с любой женщиной и рассказывать ей такие разные байки. Байки. И так запыривать в мозг. У тебя я-то чем заслужила рядом сидеть? Я же не одной роли. Мы ответили на вопрос? Конечно. Поехали дальше. Сделайте уже что-нибудь. Продолжайте как-то без меня, пожалуйста. Нет, нет. Какая часть? Как раз, пожалуйста, ниже пояса. 21. Ну, давай я вместо тебя зачитаю. Сиди под мышкой. На чью фотографию вы смотрели в период полового созревания? Ну, слово «смотрели» я из интеллигентности здесь написала. Другой глагол должен быть. На «Битлз». Понятно. А просто ниже пояса был, Михаил. На всех четверых, не отрываясь. А женщины, Михаил? Вообще-то вот да. На женщин, сейчас скажу. Софи Лорен была мне очень любопытна. Потом. А чем? Даня Робен. А потом Мерлин Монро. А потом учительницы. Вообще, я по-другому не смотрел. Классная фотография. Все учительницы. Это... Я чуть в обморок не падал, когда представлял себе, что с ней можно сделать. А что, она-то что, какую-то алгебру какую-то там говорит? Уберите эти цифры. Повернется или нагнется, господи боже, все там. Весь класс падает. Я не учился, потому что преподавать женщины, пацанам, которые находятся в таком возрасте, бессмысленно. Они ничего не понимают. У них такие бараньи глаза абсолютно тупые, уставленные учительницы, у которых есть бедра, грудь. Все, все. А у вас девочек не было? Девочки. Что там эти девочки, когда тут есть женщины? Сейчас девочки. А тогда учительницы. Это самое недоступное, чего хочется. Михаил, подождите, но все женщины, которые вы перечислили, они в общем, ну я не знаю про учительниц, но они не то, что прямо девчонки совсем, но в общем не в 18-м было. А вам сейчас нравятся женщины-ровесницы или младше вас? Нет, сейчас все. Теперь все. Но в школьные годы, как нормальным людям всем, школьницы доступны все время. Сидишь с ней что-нибудь там делаешь. Слышала, слышала? Вот так тебе. Не так интересно. Я не школьница. Потому что и она не против. Я против. Учительница. Я мама строгая. Да мы... Мы с вами строгая. Вот, так что мой опыт, это опыт учителей, а у нас были очень привлекательные. Вот можете себе представить, чтобы вы были моей учительницей, а мне там 13 лет. Я могу себе это представить. А я нет. Ты алгебру не знаешь, как ты учительница. Меня сразу бы выгнали из класса мгновенно. Сразу бы. Ну за что? Потому что я случайно бы касался, бросал бы под стол всякие резинки, авторучки, чтобы... Михаил, а вы знаете, какую она? Так, Боярский, вон из класса. И жди меня за углом. Вот так эти учительницы выгоняют. Да, Таня? Я была бы строгой и справедливой. Вопрос защиты на то, что-то вы с Татьяной раскокетничались. Продолжим, Михаил, беседу. Ну давайте восемь. Номер восемь. Вы хорошо запоминаете новые имена? Назовите имена ведущих. Нет, я плохо запоминаю. Вообще не запоминаю. Здравствуйте. Меня зовут Петр Ильич. Очень приятно. И все. Как его зовут? Здравствуйте, Петр Ильич. Как его зовут? Вот. Как дела, Петр Ильич? Татьяна, Людмила, Татьяна. Вот так тебе, так тебе и надо. Ну, свято место пусто не бывает. Правда, ну это удивительно. Знаете почему? Потому что я всегда сначала смотрю на внешность и сразу пропускаю название предмета. Я смотрю на глаза, на губы, на нос. Пока я все это рассмотрел, цвет лица, руки, речи, грудь. С Людой, говорит, а не с тобой, сейчас смеешься. Девочки, я вначале тоже в хорошем настроении там сидела. В это время забываю. Ну, вам все прощается, Михаил. Вопрос засчитывается. А мое имя вы все-таки запомнили. Так, и мы переходим в область торса, девочки. Ну, там уже ничего не осталось. Как это, как это? Что вы, Михаил? 14. Прекрасно. Итак, личный вопрос. 40 лет совместной жизни, не шутка. Тем более в творческой семье. Что помогло всю жизнь быть рядом с одной женщиной? Частично мы ответили, но все равно. Я думаю, сейчас все прильнули женщины к экранам. Рецепт семейного счастья. А вы знаете так, что должна делать женщина, чтобы удержать мужа? Мне не очень хочется распространяться на какие-то рецепты. Мы любим друг друга. У нас живая семья. А мы ссоримся, расходимся, опять сходимся. Мы нравимся друг к другу. Нас тянет друг к другу. То есть у нас вот это вот осталось семья? У нас дети, как цемент, скрепили нас. И внучки прекрасные. И потом, понимаете, я не завидую тем, у кого есть семь-восемь жен, потому что они не знают, что такое одна. А быть долго с одной, никто не знает, как это здорово. У кого было две-три, у меня не было такого. То есть, ну, это сделать мгновенно можно. А вот им уже никогда. Слушайте, это просто какой-то ответ. Вот хотелось конспектировать буквально каждое слово. Потому что каждое слово – афоризм. И мне, как женщине, ну, постарше, чем вот эти две. А мне показала свою ровесницу? Конечно. Да, но учитывая количество твоих мужей. Что? Что? Попрос защиты. Да, поговорите. Ничего, ничего, пожалуйста, защитываем. И переходим в мою область. Ну, хоть смогу немножечко еще поработать. Побирайте. Ну, повыше. 24. 24. Сейчас компьютер поработает. По каким внешним признакам вы можете определить, как девушка будет вести себя в постели? Я посмотрю на себя в зеркало и решу, как она будет себя вести. Вот и все. Насколько я сегодня. Задорен. 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 Насколько водочный сегодня. То есть все зависит, конечно, от мужчины. Вот так? Думаю, да. Даже несмотря на то, что Таня Рыжая? И женщинам нравится подчиняться, они все-таки для этого созданы. И пришел римлянин победитель после боя, попробуем откажи, в том, что он хочет. А если ты будешь там... А вы могли бы вот так или так? Слушай, вот так тебе на и иди отсюда. Нет, нужно все-таки... Мужское начало должно присутствовать обязательно. Вот это я согласна полностью. Я тоже, кстати. Тань, но ведь вот тогда рушится твоя теория. У нас Татьяна, вы видите, из нас всех, она рыжая. Винава, никакая не рушится. Просто Таня считает себя самой сексуальной, потому что она красит волосы в рыжий цвет. Я не считаю. Я считаю... Напрасно. Вы все сексуальные безумные. Но я самая. Засчитывай, засчитывай. Я не могу себя засчитывать, понимаешь? Когда он так смотрит на Таню, я вообще не могу ничего. А ты засчитывай. Мы переходим в Танину область. Ну а что делать? Какова жизнь? Таня, ваш область какая? Ну вот это. Самое... Знаете, с возрастом самая необходимая вещь. Давайте 6. Номер 6. Как научиться сочинять такие же толковые и оригинальные вопросы, как ваш ответ? Не нужно этого делать. Почему? Молчание – золото. Не задавайте. Я все вам и так расскажу. Ой, давайте. С удовольствием. Я прекрасно знаю, что женщина хочет. А вот вы можете так точечно сказать, что каждый из нас хочет? Чего нам в жизни не хватает для полного счастья? Вам прежде всего нужны деньги и большое количество, чтобы вы могли себя чувствовать свободными и вести себя так, как вам хочется. И влюбляться в того, как вам хочется. Не в миллиардера и не в ничего, а в кого хочу. Вам нужно, чтобы вас холили, лелеяли, любили. Вам нужно, чтобы вы спокойно перемещались по миру. Чтобы вас называли на «вы» всегда, чтобы вас будили поцелуем, чтобы спрашивали, удобно ли вам спать перед сном. Чтобы вы были окружены вниманием, каждый день маленьким. Чтобы у вас были чудесные дети, чтобы муж любил детей. Чтобы он так врал вам, что вы этого не замечали. Вот так вот ты проживешь с женщиной 40 лет, когда понимаешь, что хочет женщина. Да. Ты засчитываешь? Засчитываю. Засчитывай, Таня. Что ты спешишь в себе? Я спешу в свою область, Михаил. Знаете, вот в этой самой нейтральной области. Вы практически обнажены. Тринадцать. Тринадцать. Тринадцать, так тринадцать. Оп. Сколько водки вы можете выпить? Пусть пьяным, но устоять на ногах. Хороший вопрос. Думаете. А я тут с компьютера, просто мне стыдно за компьютер. Честно вам скажу, что этого момента я не помню. Какого момента? Сколько нужно? Сколько я выпил и стою ли я? Вопрос засчитан, мне кажется. Так, а вот я считаю, что еще мы можем поговорить. А вот вы только водку пьете? Может быть, виски? Ну, с вами с удовольствием. Ну, вообще водку. Я пью с партнером. Сам просто так, буль-буль-буль-буль-буль, когда я стою. Это бытовой алкоголизм. Конечно же, это связано с тем, с кем находишься. У меня мужики крепкие. С ними приятно выпивать. И многим завидую, и учусь. Учиться пить нужно всю жизнь. Так, чтобы это купить очень много, быть под шофе, но не быть пьяным. Вот. Уметь ходить, не садиться за руль, называть машину, приезжать и быть адыгким пахнущим, вкусно табаком. Эх, вкус саром. Да еще перед сном римашку. Да еще. Ай, твоя дорогая, не дойдешь ли, дорогая, ко мне? Да иди-ди-ди, спи, спи, мой король. В общем, пьянство должно произвести на окружающих... Нетягостное впечатление. ...что ты человек широкой натуры. Ведь есть очень чудесные пьяные люди и скучные в жизни. А вот вам рассказывали, вы какой пьяный? Нет, я плохой. А не деретесь? Когда вдвоем, то трудно определить, кто из нас хуже. Вот. И мы, конечно, с уважением относимся друг к другу. Но когда я трезво сижу в компании пьяных, я их всех не люблю. Скажите, пожалуйста, а когда вы находитесь только с женщиной, вот вы позволяете себе выпить и крепко выпить? После, да. После уже. А вместо? Я зачитываю, а вместо? Нет, нет, нет. Понимаете, дело в том, что студенческие годы, ну, так сказать, заквашенные на бормотухе, позволяли себе такую роскошь. А теперь нужно сначала ухаживать за женщиной. Ну, значит, она приедет заранее. Приготовить там то, что она любит. С женщиной пить водку – это семейный вариант. Как правило, женщина не заказывает кубик, а мне полбаночки. Это, в общем-то, с ней долго не порассуждаешь. А она, значит, голубое шампанское вы не сможете достать? Задуматься, и потом сказать, это мне ничего не стоило. Но сегодня будем пить водку. Вот. Голубое шампанское – это банально, вот водка – это да. Давайте обсудим эти детали уже в моей области. Бесспорно. Все-таки это же как-то логичнее, правда? Выбирайте. 26. 26. Это я механизм. И когда вы узнали, откуда берутся дети? У меня все-таки наивные вопросы. Во дворе. Мы жили в коммунальных квартирах, все послевоенные дети. Когда я еще из квартиры не выходил, мне сказали, что меня нашли в лесу под елкой, что меня чуть танк не задавил. Жестко. Вот. Потому что, ну, война, ассоциация. Вот. Сначала хотели взять девочку, потом передумали и взяли тебя. А там лежали двое. Два в связи. Там под каждой елочкой были. Кто-то лежит. Ну, и как только я пришел своими ногами во двор и сказал, что меня нашли под елочкой, мне сказали, дурак, ты знаешь, откуда ты появился? Я сказал, сразу все понял. Меня это очень заинтересовало и до сих пор интересует. А вы как приняли, нормально это? Ну, вы к маме не пошли? А, вот так? Нет. А говорите троечник, Михаил. Нет. Во-первых, я не современный человек, я консерватор, меня всегда интересовали только женщины и до сих пор интересуют, и до сих пор я их так и не познал. Так, чтобы сказать, что все. Я засчитываю вопрос. Спасибо. Смотрите, вы голый. Вы рекордсмен у нас. Такого не было никогда. Какой еще у нас вопрос? Все у нас. У нас вообще, у нас время, к сожалению, закончилось. Вопросов много. Ну, если вы меня таким представляете, то наполовину не угадали. На какую половину? Я гораздо меньше ростом, у меня гораздо меньше волос, я никогда не показываю, так сказать, грубых жестов, вот. Вот. И рука у меня не такая большая. Ну, в главном-то мы правы. И длиннее чего. Надеюсь, в главном мы не правы. А женщину и арбуз узнаешь на вкус. Браво. Михаил, спасибо вам огромное. Пойдемте. Пойдемте. Я готов. Куда угодно. До свидания, девочки. До свидания, девочки. До свидания, девочки. До свидания, девочки. Девочки. Татьяна, постарайтесь вернуться назад. Это из другой песни. Это из этой. Я очень расстроена. Почему? Ну, потому что надо было мне подсаживаться. Потому что это не ты. Ну, что же я вот на всех программах все правильно понимаю. Когда самый ответственный момент в жизни, понимаешь, все не так пошло, как я хотела. Наташа. Наташа, вот это очень интересное твое замечание о твоей жизни вообще. Вот мне нравится, что именно после общения с Михаилом Боярским, со звездой такой величины, ты какой-то вот пришла, наконец, к какой-то трезвой мысли впервые. Вот, по крайней мере, за последние. Да, странно, что у нас был человек водка, я пришла к трезвой мысли. Это действительно такой парадокс. Фу, как ты сказала. Это он про себя сказал. Что если бы он был продуктом, было бы водка. Ну, он так говорит, потому что для него этот вопрос, я думаю, решен. Он управляет ситуацией. Мне кажется, что для него все в хорошем смысле все вопросы решены. Абсолютно уверенный, спокойный человек. Очень, на самом деле, удивлена во многих вещах. Я другим себе абсолютно представляла. Все-таки, насколько вот экранный образ разнится от реальной жизни. А мне знаешь, что понравилось? Мне раньше казалось, что вот, знаешь, говорят, что интересное общество состоит из мужчин с прошлым и женщин с будущим. Так вот, в принципе, Михаила можно назвать мужчиной с прошлым, с богатым, да? Но вот мне кажется, он еще такой, настолько мужчина с будущим, что вот это еще интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!